Один из редких примеров полного ухода из России дает англо-голландская компания Shell, которая продает свои активы. Это завод масел в городе Торжке в Тверской области и больше 400 заправочных станций, которые на время приостановят работу. Купить ООО Shell нефть решился Лукойл, которому на условиях сделки придется в течение года провести ребрендинг всех купленных предприятий. А это значит, что вывески сменят 240 заправок, принадлежащих непосредственно Shell и еще 171 станция партнеров, работающая по франшизе. Большая часть шелловских заправок расположены в центральном и северо-западном регионах. Очевидным толчком к уходу Shell из России послужили европейские санкции против компаний «Роснефть» и «Газпромнефть». А именно их нефтеперерабатывающие заводы поставляли почти все топливо на заправки Shell. В итоге сделка о продаже активов Лукойлу ждет одобрения Федеральной антимонопольной службы. Пока же часть заправок прекратили продажу топлива с 15 мая. Кроме того, заканчивается работа фирменной программы лояльности. Потратить баллы можно только до 20 мая. После этого они попросту сгорят. И еще две новости с потребительского рынка. Российский офис компании Get объявил, что 1 июня закроет работу своего мобильного приложения для водителей. Сервис такси, основанный в Израиле в 2010 году, ныне принадлежит шведскому фонду VNV Global. Несмотря на широкую географию, доля марки Get среди агрегаторов по разным оценкам не превышала 4-7%. После пандемии Get перешел в режим виртуального оператора. Так, в 2021 году Get договорился передавать клиентов по эконом-тарифу своему конкуренту – Ситимобилу. Сам же Ситимобил, тоже испытывающий проблемы с прибылью, готовился прекратить работу 15 апреля. Однако владеющие МВК и Сбербанк вдруг нашли потенциального покупателя – петербургскую фирму Трансмиссия, которой принадлежат сервисы таксовичков и грузовичков. Поэтому вместо остановки Ситимобил обновил мобильное приложение и продолжил работу. Причем новые владельцы планируют не объединять Ситимобил и таксовичков, а дополнять сервис, добавляя города, грузовое такси и службы доставки. При этом каршеринг Ситидрайв и топливная платформа остались у прежних хозяев, то есть в экосистеме ВК. Продолжение следует...